Здравствуйте, наши юные друзья! Сегодня мы будем слушать Хаски. Трек называется «О любви». Для Хаски это не свойственно, друзья мои. Вообще, я так давно не слушала Хаски и никогда его не понимала. Его творчество для меня всегда было странным. Но уже прошло столько лет, когда последний раз слушала. Даже любопытно, что изменилось в его творчестве и в нём самом. Но раз о любви, то, наверное, что-то точно изменилось. Ну и перед тем как, напоминаю вам о том, что у меня на Литрес уже выложены две книги, которые я написала. И мне бы очень хотелось, чтобы вы помогли мне их распространить. Советуйте друзьям, скачивайте, читайте сами. Ну потому что кроме этого канала, способов других распространить свои книги у меня нет. А мне хотелось бы, чтобы мой труд был не напрасен. Ну и, соответственно, ещё хочу вам сказать, что у нас теперь есть свой Телеграм-канал. И вы можете туда войти, в эту группу. Ссылка под этим видео будет. Или вообще на нашем канале есть. Заходите, подписывайтесь. Там мы будем проводить опросы, общаться. Какие-либо... Ну, вы там можете задать, какие вас вопросы интересуют. Ну и надеюсь, что в этом Телеграм-канале нам будет о чём... В Телеграм-группе нам будет о чём потрепаться. Ну и как бы эта платформа, она такая будет более компактная, чем то, что у нас было раньше. Ну, по крайней мере, попробуем. А уж что получится, узнаем с вами скоро. Те, которые подпишутся. Ну, а сейчас я немножечко почитаю превьюшку про эту песенку. Итак, Хаски о любви. Новые треки от Хаски своего рода праздник. Да, редко, да, своеобразно, да, загадочно. Но именно за это мы и любим Хаски. Сниппет трека поставил слушателей в тупик. В нём был только бит и не менее интересный видеоряд. Казалось, что автор хотел сказать, как хотите, так и понимаете. О любви очередная работа гения. Да, друзья мои, иной раз думаешь, что, может, правда, гений, а ты не дотягиваешь до него. Которую не раскусишь с первого раза. Двойные смыслы и игра слов. Всё в лучших традициях. Предлагаем вам разобраться в этом самостоятельно. Да, как всегда, мне кажется, у бедного Хаски точно... Ну, в смысле, кто бедный Хаски или мы, мы не знаем. Потому что его очень трудно понять. А он, наверное, сильно обижается на тех, кто его не понимает. Поэтому всем плохо от того. Тот, кто не понимает. И самому Хаски, потому что его тоже не все понимают. Итак, о любви, друзья мои. Моя мама залетела, так и появился я. Под каблуками взрослых извивался, как змея. Я искал её виды, хрипоты, да не моты. А теперь ищу её у солевой толпы. Подними ладонь, если я такой, как ты. Эй, полюби меня за то, за то, что я такой, как ты. Говорят, что здесь не место для любви. Говорят, сейчас не время для любви. Ты не слушай, а любви. Подойди ко мне, не бойся. Я тебя не съем без любви. Жизнь ничего не значит совсем. Рукая трезва ножа, выкормив обиду. Я искал реванаша, но мой новый идол. Москва-великанша. Была холодная, ощетинился вдвойне. Так в поисках любви я очутился на войне. Но музыка вернула, я всё дам, только живи. И слава, и успех, какие хочешь пузыри. Были сладкие кайфы. Если кухи тонконогие, так я искал любви. Но очнётся в наркологии. Эй, тьфу-тьфу-тьфу, не в некрологии. Эй, полюби меня за то, за то, что я такой, как ты. Говорят, что здесь не место для любви. Говорят, сейчас не время для любви. Ты не слушай, а любви. Подойди ко мне, не бойся. Я тебя не съем, без любви, жизнь, ничего не значит совсем. Подойди ко мне, не бойся. Я тебя не съем, без любви, жизнь, ничего не значит совсем. Так и появился я. Ну, знаете, что я хочу сказать. Мне кажется, вот, ну, вообще-то у Хаски получилось неожиданно. Конечно, я не помню его песенки предыдущие. Я помню, что их очень трудно было понять. Но в целом, вот в целом, что сейчас вот можно сказать. Во-первых, было очень мелодично. Ну, я, например, прочитала эту... Он просто как бы спел песенку о жизни. Ну, и о любви в том числе, что без любви не бывает ничего на этой планете. Вот. Хотя в наше время, типа, любовь и ни к чему. Вот. Но мне кажется, что только любовь спасет наш мир. Поэтому хотелось бы, чтобы этот мир... Чтобы любовь спасла наш мир, друзья мои. Чтобы мы смогли верить в лучшее и уважать друг друга. И пытаться понять все, кто вас окружает. Чтобы любить, понимать, сочувствовать, слушать и так далее. И только так мы и сможем жить дальше. Вот. А то, что касается Хаски, вот я говорю, что было очень неожиданно, мелодично. Всегда, когда я его слушала, вот я помню, что я всегда говорила, что вот очень много негатива и какой-то он очень такой... Ну, да, негативный. А здесь вот не было негатива. Наверное, все-таки любовь творит чудеса. И вот общая обстановка, хотя, казалось, там ничего такого не было. И даже на видосике на его... Но как-то общая ситуация, атмосфера, она была больше положительной, чем отрицательной. Хотя там было немножко обо всем. Вот. Я бы ему, наверное, вот впервые поставил, наверное, девятку из десяти. Как-то так. Всем пока.